Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 846. С помощью формулы В равняется А умножить на В и умножить на С. Нужно вычислить пункт А, объем. Если А у нас равняется 3 дециметра, В равняется 4 дециметра и С равняется 5 дециметров. Просто подставляем форму, получаем В равняется 3 умножить на 4 и умножить на 5. 3 на 4 – 12, и 12 на 5 – 60 дециметров кубических. Пункт В нужно вычислить А, если объем у нас равен 2184 сантиметра кубических, В равняется 12 сантиметров, а С равняется 13 сантиметров. Подставляем и получаем 2184 равняется А умножить на 12 и умножить на 13. Давайте 12 на 13 умножим. 3 умножаем на 12, 3 на 2 – 6, 3 на 1 – 3. 1 на 12 будет 12, и складываем, получаем 156. То есть 2184 будет равняться А умножить на 156. А неизвестный множитель, чтобы его найти, нужно произведение разделить на известный множитель. Давайте выполним это деление уголком. Наше умножение можно удалить, чтобы было место. И 2184 разделим на 156. Начинаем делить числа 218 и берем по одному. 1 на 156 – 156. И вычитаем. 6 минус 8 – 2. 1 минус 5 не учесть, у двойки занимаем. 11 минус 5 – 6, 2 минус… То есть у двойки заняли единицы, осталось 1 минус 1 – 0. И четверку сносим. Берем по 4. 4 на 6 – 24. 4 пишем, 2 в уме. 4 на 5 – 20, и 2 в уме. 22, 2 пишем, 2 в уме. 4 на 1 – 4, и 2 в уме. 6, 624 минус 624 будет 0. То есть А у нас будет равняться 14 сантиметрам. Пункт В. В нужно найти, если В у нас равняется 9200 сантиметров кубических, А – 23 сантиметра, А – 25 сантиметров. Подставляем формулу, получаем 2000. То есть 9000. Двоестье будет равняться 23 умножить на В и умножить на 25. Можно воспользоваться переместительным свойством умножения и получим 23 умножить на 25. и это умножить на В. Давайте 23 умножим на 25. 5 на 3 – 15, 5 пишем, 1 в уме. 5 на 2 – 10, 1 в уме. 11, 2 на 23 будет 46. 6 и складываем. Пятерку сносим. 1,6 – 7, 1,4 – 5. То есть 9200 будет равняться 575 умножить на В. В – неизвестный множитель. Чтобы его найти, нужно произведение 9200 разделить на 575 на известный множитель. И давайте выполним это деление уголком. Начинаем делить с числа 920 и берем по одному. 1 на 575 будет 575. И вычитаем 0, минус 5. Не вычестью двойки занимаем 10, минус 5, 5. У двойки заняли единица, осталось 1, минус 7 не вычесть. У девятки занимаем 11, минус 7, 4. У девятки заняли, восьмерка осталась 8, минус 5, 3. И 0 сносим. 3450 делим на 575 и берем по 6. 6 на 5 – 30, 0 пишем, 3 в уме. 6 на 7 – 42, 3 в уме – 45. 5 пишем, и 4 в уме. 6 на 5 – 30, 4 в уме – 34. 3450 минус 3450 будет 0. Получили 16. То есть В у нас будет равняться 16 см. И пункт Г. В последнее нужно найти АВ, если В у нас равняется 1088 дециметров кубических, а С – 17 см. И чтобы найти АВ, нужно сначала все перевести в одни и те же единицы измерения, потому что здесь у нас объем дециметров кубических, а С – высота в сантиметрах. Поэтому сначала объем переведем в сантиметры кубические. 1 дециметр кубический – это 1000 см кубических, поэтому объем у нас будет, вот нашу цифру 1088 еще на 1000 надо умножить, то есть еще 3 нуля. Приписать получаем 1 миллион 88 тысяч сантиметров кубических. И подставляем это в формулу. 1 миллион 88 тысяч будет равняться АВ умножить на 17. АВ – это неизвестный множитель. Чтобы его найти, нужно 1 миллион 88 тысяч разделить на 17. И выполняем деление. Делим. И начинаем делить с числа 108. И берем по 6. 6 на 7 будет 42. 2 пишем. 4 в уме 6 на 1. 6 и 4 в уме 10. 108 минус 102 будет 6. И восьмерку сносим. И берем по 4. 4 на 17 будет 68. 68 минус 68 – 0. И вот эти вот 3 нуля мы просто в частное дописываем. То есть АВ будет равняться 64 тысячи сантиметров, но уже квадратных. И, кстати, можно в дециметре обратно это перевести. В одном квадратном дециметре 100 квадратных сантиметров. Поэтому мы получаем 640 дециметров квадратных. И еще здесь есть вопрос. Какой смысл имеет произведение АВ? А – это длина прямоугольного параллельпепита. В – это ширина. Поэтому произведение А умножить на В – это площадь основания прямоугольного параллельпепита. То есть площадь того прямоугольника, который у нас является нижней гранью, а также и верхней гранью прямоугольного параллельпепита. То есть можно написать, что А умножить на В – это площадь основания. И выполнили задание 646. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.